Вот эта новость, простите, для кого? Для Феникс Нирваны? Так, статистика у нас не работает, у меня есть запись. Это уникальная гильдия. Короче, записывал это дело еще во времена старой гильдии, с которой меня кихнули, неважно. Ребята фармят лярд в неделю, чтобы вы понимали. 300 человек состав. Ну, по моим ощущениям, там не 300 человек, а все 600. Просто пока первая 300 спит, вторая 300 просто лупит. Вот, у меня ощущение такое сложилось. Чтобы вы понимали, как это работает, вот это старшие офицеры. Их здесь два. Есть офицеры, есть старшие офицеры. Они вращаются по часовой стрелке и проверяют эту локацию. Здесь точно так же есть рабочие, но это не простые рабочие. Простые, они на бычках третьих и четвертых катаются. Это есть на оленях, уже крутые. То есть, у кого-то уже сумка есть. Второй, у него вообще плащ есть. Третий, он его вообще кнездал, а носит с собой. Он сломанный, но это уже о многом говорит. То есть, это не просто рабочий. Это из какой-то серьезной партии. Что делает офицер? Ну, прежде всего, они бегают по локации и смотрят, как что выкрабливается. Видите, здесь вот есть пенечки и кое-где дерево не собрано. Это значит халтура. Вот эти вот два чувака, они схалтурили. Здесь есть направление по дереву, направление по камню, направление по другим ресурсам. Есть люди, которые вывозят эти ресурсы, есть люди, которые крафтят, есть свои бухгалтера. То есть, вот эта вот схема, на самом деле, она мало чем отличается от реальной схемы в реальном бизнесе. Вот так вот работают, в принципе, азиатские гильдии, которые рассчитаны на фарм. Работают они 24 часа. Сейчас китайский Новый год, работа не останавливается. Я, конечно, извиняюсь, что я там даосизмы и феникс-нирвана вместе поставил. Это абсолютно разные гильдии китайские, потому что даосизм, например, в конце своей рабочей смены, он свою пушку передает следующему офицеру. Он себе ничего не оставляет. Это коммунизм, извините меня, это не какая-то там демократия. У меня есть права или еще что-то. Ну, только с коммунизмом можно заработать. Внимание, лярд в неделю налогами. Я, кстати говоря, проверил налоги, сколько у них процентов стоит. Потому что, ну, вы у любого можете проверить, в чате пишется, сколько осталось, и просто математикой посчитать 20%. 300 китайцев за неделю фармят лярд на 20%. Нормально? Если вы думаете, о, ура, наконец-то вот эти вот крабы 24 на 7, которые делают одну треть всей экономики Альбиона, куда-то убегут на другой рынок. Нет, они никуда не убегут. Они останутся здесь. Я сказал, не сервер, рынок, совершенно верно. Потому что этим ребятам важна только единственная стоимость золота. Точка. Итак, Google. Список стран по средней заработной плате. США занимает 11 место, то есть 4635 баксов в месяц. Это где-то 29 долларов в час. 11 место. Первые 10 занимает вся Европа, за исключением только двух стран. Это Сингапур и Катар. Поверьте, вы их на карте не найдете. У них там население 3 миллиона человек. Чтобы понимать, в США больше 300 миллионов живет. Сейчас я странный делю на два сервера. Первый – это восточный, а второй – это западный. Ну, согласно новостям. Теперь смотрите, от чего формируется стоимость золота. То есть, грубо говоря, США. Среднестатистический американец, получающий 29 долларов в час. Он открывает игрушку, он смотрит, так, ага, сколько стоит премиум. Так, пожалуй, я себе возьму пару сетапов, 8-3 и пойду в карабты продвинутые. Которые не для идиотов сделаны, а вот где не режется IP, то есть мгла, которая называется. То есть, просто прогрею сейчас 3 сетапа, пофанюсь, побью там бомжей всяких разных. Получу, короче, фан. И причем это выйдет ему дешевле, нежели он пойдет в бар. Понимаете? А вот если мы сейчас возьмем Индию, то Индия так не будет делать. Потому что у Индии 154 доллара в месяц. Это 5 долларов в сутки, если мы работаем 30 суток. Вряд ли, да? Именно отсюда как раз и получается стоимость золотишка. Одна группа вливает туда реальные деньги, чтобы получить золото. И эти золото перевести тем пацанам, которые не могут это сделать. То есть, за золото люди, грубо говоря, покупают чьи-то жопа-часы. Ну, потраченное время. Это человек, который там с киркой бегал и забирал там какие-то ресурсы там. Или непонятно, чем еще занимался. Короче, один бегает с киркой и зарабатывает себе на прем там неделю или две. Потому что не может закинуть реал. Потому что для его страны это просто очень дорого. И он продает свое время для богатых людей, у которых есть эти деньги. И для которых эти деньги, в принципе, большой стоимости не имеют. И они могут закинуть. С чем связана попытка выйти на азиатский рынок? Ну, во-первых, многие, может, не в курсе, что Альбион в 21 году был продан. Он был, ну как, официально здесь вот сказали, что это не за деньги. По любви. Есть ссылка на официальный форум, там ля-ля-ля, это все я оставлю. То есть, понимаете, если вы покупаете какую-то игру, то, скорее всего, вы ее покупаете для того, чтобы получить с нее удовольствие. Поиграть. Если же компания покупает какая-то юридическая игру, то, скорее всего, для того, чтобы не поиграть, а заработать. Поэтому ей надо, как минимум, еще отбить те суммы, которые она вложила в покупку. Именно, я так понимаю, с этим связано и поднятие стоимости. Именно же вот эта вот причина как раз служит для того, чтобы принять какие-то попытки выйти на азиатский рынок. Ну, на азиатский рынок выйти очень сложно. Вы, даже если вот взять игровую индустрию, танчики пытались выйти на азиатский рынок и чего. И в итоге у азиатского рынка появились свои танчики. Там, как только есть спрос, предложение по щелчку пальцев появляется. Азиатский рынок – это очень тяжелый рынок. Конкретно мое мнение – это мертворожденный сервер. То есть, этот сервер еще не родился, но он уже дохлый. Пример. Иви Онлайн. Китайский сервер там тоже был. Что на нем было, кто играл, знает. И он также поддох.